Доброе утро и добро пожаловать на нашу передачу. Знаете ли вы, что существует абсолютная чистота? Конечно, мы все стараемся есть экологически чистые продукты, без химических примесей, насколько это возможно. Сейчас это даже стало модным. Мы любим дышать чистым воздухом и пить чистую воду, но как найти чистоту по отношению к сердцу и уму, к нашим мыслям? Давид говорит, это 50-й псалом, «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Сложно ли найти человека с чистым сердцем? Иисус сказал, «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Это потрясающе. Необыкновенное обещание дано для тех, у кого чистое сердце. Но существует ли абсолютная чистота? Жажда чистоты в нашем сердце кажется неутолимой. Бог сотворил нас так, что для нас неприятна нечистота, невыносима грязь. Мы понимаем, что грязь и скверна противоположна чистоте. Нам хочется быть чистыми, а грязь нам отвратительна. Чтобы очиститься, нам следует сначала признать, что мы испачкались. Давид в этом псалме, который написан в трудный для него период жизни, использует очень сильные слова. Послушайте. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю». У Давида был конфликт в его сердцем, в жизни и в обстоятельствах. Он должен был любыми средствами снова найти ту чистоту, которой больше не было в его жизни. В том же псалме, в девятом стихе, он продолжает. «Окропи меня и сопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега, и сгладь беззакония мой. Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Давид согрешил, совершил грех, который принес нечистоту и негативные последствия на всю его жизнь. Безусловно. Чтобы освободиться от этого проклятия, нужно было сначала очиститься от всего, что загрязняло его жизнь. Вина Давида была тяжелой. Он пошел на организацию убийства, чтобы скрыть свой грех. Я хочу сказать вот что. Я убежден, что любая ситуация может кардинально измениться, если возможно, довольно быстро, как только появляется это стремление к чистоте. Это желание чистоты есть уже и в маленьких детях. Бывает интересно послушать, как они молятся. Однажды, когда я молился с детьми, один из них удивил меня своими словами. Он сказал, «Господь, вычисти мое сердце от всего, что пригорело». Как будто сердце — это старая кастрюля, на дне которой остатки масла и жира запеклись на огне и обуглились. Он просил, «Господи, очисти мое сердце от всего грязного и черного». В этом ребенке была жажда чистоты. Она есть и в каждом из нас. Но надо понимать, что также есть вещи, которые прилипают к нам и которые невозможно очистить никакими человеческими силами. Это ностальгия по чистоте. Как я уже говорил, выражается в стремлении жить в экологически чистой среде. Есть биопродукты и так далее. Однажды на Рождество мы ходили в дом престарелых и пели калятки, чтобы принести людям праздничное настроение. И там был один пожилой мужчина. Он слушал наше пение, а потом спросил, а можем ли мы спеть песню «Белый, белее снега». Это старый, известный христианский гимн. Мы согласились и начали петь. При первых аккордах этого гимна тот человек начал плакать. Он рассказал нам о своей жизни. Когда он был молод, он часто бывал в Бестро в своем городе. В то время небольшой хор армии спасения ходил от кафе к кафе и исполнял гимн «Белый, белее снега». И когда он услышал сейчас эту песню, сердце его заплакало. В нем поднялась тоска и жажда той чистоты и святости, которую он потерял в жизни. Через эту песню мы смогли принести ему Евангелие и помолиться за него. Это был чудесный опыт. Внутри нас есть эта ностальгия по чистоте и святости. Кроме того, Святой Дух выполнил свою работу. Сказано, что когда его призовут, когда он придет, он откроет миру праведность и суд. Он должен убедить нас продолжать двигаться в вере, очищаться от нечистоты, стремиться к праведности, потому что грядет суд. И поскольку Святой Дух обладает абсолютной чистотой, живя в нас, он приводит нас к пониманию, что чистота необходима. Бог дал нам путь, как мы можем быть полностью очищенными. Мы не можем очистить себя никакими своими делами. Но Бог за нас отдал свою жизнь и пролил свою кровь, чтобы мы могли быть очищены. Потому что кровь Иисуса очищает от всякого греха. Еще раз повторю, кровь Иисуса очищает от всякого греха. И нет осуждения для тех, кто принимает это послание, кто верит во Христа. Нет осуждения тем, кто верит Господу. Абсолютная чистота существует. Найти ее можно на небе. Поэтому ни наши усилия, ни наши методы и ни наша воля не могут очистить нас. Мы не можем этого сделать сами, своими силами. Это дар Божий, который мы принимаем бесплатно. Мы принимаем его со смирением, с благодарностью, через веру. Вот где необходимо вера. Давид прошел долгий путь, чтобы прийти к тому, что он пишет в 50-м псалме, где он исповедует свои грехи и выражает желание чистоты, говоря «очисти меня», «омой меня» и так далее по тексту. В первые минуты своего согрешения он не признает, что сделал что-то плохое. Он ищет оправдание и извинение. О, мы можем быть чемпионами по оправданиям. Мы находим сотни оправданий и причин. Почему мы не сделали ничего плохого, вместо того, чтобы признать вину? Ну, лучше сказать так. Господь, укажи на то, что не так, что нам нужно признать и исправиться. Это первый шаг. Признать проблему. Смело взглянуть ей в лицо, назвать вещи своими именами и отдалиться от того, что не угодно Господу. Полная чистота действительно существует. Разбойник на кресте уже не мог ничего изменить в своей жизни. Он просто принял спасение, данное ему. Иисус заверил его, что он будет с ним в раю. На пороге смерти он не мог изменить свою жизнь. Он не мог больше ничего исправить. Но он получил спасение бесплатно, потому что он веровал во Спасителя, который очищает и дает жизнь вечную. Иисус сказал, блаженны чистые сердцем, потому что они увидят Бога. Это потрясающее, необыкновенное обещание дано для тех, у кого чистое сердце. Спешите стяжать чистое сердце. Так что я вдохновляю вас. Дерзайте. Ищите чистоты. Войдите в нее. Отделите себя от всего, что может загрязнить ваше сердце, душу и дух. Господь сказал человеку, которого он очистил, иди и больше не греши. В заключении я хочу сказать то же самое и вам. Идите и больше никогда не грешите. Пусть Господь очистит нас и оправдает нас своей святостью, потому что чистота, которую дает Христос, это путь на небеса, как он и сказал в своем слове. Спасибо, что были сегодня со мною. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин